Вы наверняка заметили, что в презентациях новых телевизоров упор, как правило, делается на их невероятных возможностях, вроде функций Smart TV или общения по скайпу. Но, к сожалению, мало внимания уделяется конструкции и качеству изображения. А дело в том, что у большинства из них конструкция за последнее время изменилась очень мало, и, как правило, это отражается на качестве изображения. Однако в каждом правиле бывают свои исключения. Одно из них – это новые телевизоры Sony Bravia серии HX853. Вместо черного стекла на передней панели применен полупрозрачный черный пластик с особым антибликовым покрытием. Когда телевизор выключен, он кажется тем же непрозрачным черным зеркалом, как и в предыдущих моделях. Но когда на экран выводится изображение, все отражения и блики будто исчезают. Другое незаметное с первого взгляда, но очень важное новшество – это подсветка экрана. Называется она так же, как и раньше – Dynamic Edge LED. Однако работает она несколько по-другому. Во-первых, светодиоды в ней расположены не традиционно на двух боковых торцах, а еще сверху и снизу. Во-вторых, рассеивающий фильтр, который в моделях с боковой подсветкой распределяет свет по всему экрану, здесь имеет совершенно другие характеристики. Образно говоря, он подсвечивает экран тоннельно, то есть ту полосу от торца к центру, где в данный момент горит светодиод. Если зажечь группы светодиодов с одного стороны и с другой, то на пересечении образуется яркое пятно, когда, как остальные участки, останутся темными. Таким образом и организована локальная подсветка в любой части экрана, а не только секторов, примыкающих к краю, как у других производителей. Что это дало? Высокую контрастность изображения в одном кадре, а не в динамике. В отличие от ранних моделей, Sony Bravia HX853 показывает ярко и контрастно одновременно, без высветления теней и провалов яркости на темных моментах. Что позволило в полной мере оценить другое новшество. Это алгоритм обработки изображения, который используется в новом двухъядерном процессоре телевизора, называющемся X-Reality Pro. Он действительно улучшает изображение, делая его как раз более естественным. Например, заметно улучшать яркость без увеличения зернистости и количества артефактов. Кстати, рипы и другие медиафайлы Sony HX853 показывают совсем не так, как его предшественники. Раньше телевизоры Sony не воспринимали большинство популярных форматов, а новая модель с USB дисков проигрывает даже части Blu-ray образов. Кроме того, улучшен общий доступ к цифровому контенту. Во-первых, у него появился тюнер стандарта DVB-T2, который принят в России в качестве официального для федеральных каналов. А во-вторых, кардинально увеличено количество интернет-приложений, дающих доступ к огромным библиотекам фильмов и передачи напрямую с всемирной паутины. А еще у Sony Bravia HX853 отличный звук. Динамики в нем спрятаны в оригинальной подставке телевизора, а звук от них выводится через еле заметные сетки в торце с помощью раструбов, четко направляющих его на зрителей. Отличное решение! Впрочем, как и весь телевизор. Субтитры создавал DimaTorzok